Вот где стоит рыжий экран, примерно там, на 17 этаже. Юлия купила двухкомнатную квартиру в знаменитом уже доме-стенке за Платином-Ареной 4-го моста. Зимой уже планируют переезд. Нравится расположение и доступность центра. А отсутствие садиков и школ молодую семью пока не смущает. Дом возводит одна из строительных фирм, входящих в группу компаний «Красстрой». Новость о том, что у этого застройщика забирают 39 земельных участков, не прошла мимо Юлии. Я, конечно, позвонила своему риэлтору, она меня успокоила, что все будет хорошо, потому что первый дом стоит как раз около объекта универсиады. Вроде как и открытие здесь будет универсиады. Я думаю, что все-таки достроят наш дом, отдадут нам квартиры, сдадутся вовремя, все будет хорошо. Поэтому дома и по соседнему свою проверку провела Краевая служба по контролю в области градостроительства и выдала мэрии предписание. Документ пока есть только на интернет-сайте депутата Зайцева. Согласно предписанию, дом в стену не тронут, в нем распроданы почти все квартиры. А вот разрешение на строительство второго дома, что начали возводить за ним, предписано отозвать. Официально нарушение плотности застройки. Тем не менее, строительство идет полным ходом, рабочие уже приступают к первому этажу. Пока по второму дому у нас также продолжаются работы, никаких официальных бумаг мы не получали. Но в любом случае застройщик будет отстаивать свою позицию, потому что те нарушения, которые выявлены в разрешении, их можно решить путем изменения в существующее разрешение на строительство. Тем более, во втором доме у нас уже достаточно большой объем работ выполнен, и во втором доме у нас уже есть достаточное количество покупателей. Продажи квартир в этих домах также идут полным ходом. Риелторы не теряют оптимизма. Даже посмотрел статистику. Если рассматривать вообще общероссийскую практику, то буквально по пальцам одной руки можно пересчитать такие случаи. В Красноярске же за пять лет присутствия нашей компании таких случаев просто не было ни разу. В мэрии предписание службы по контролю градостроительной деятельности еще не получили. Никак эту ситуацию не комментируют. Согласно предписанию, решение должно быть принято до середины мая. А пока строительство и продаж домов продолжается. До конца месяца краевая служба по контролю в области градостроительной деятельности должна вынести вердикты по другим участкам. Ведь микрорайон должен был по плану разрастись от 4-го моста до Базаихи. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров. Афонтова новости.